Сергей Вольфович, когда Вы впервые услышали имя Владимира Вольфовича, узнав, встретились Ваши первые впечатления? Услышал имя, наверное, как и подавляющее большинство россиян на изломе нашей истории, когда Советский Союз ослабел, когда было понятно, что грядут грандиозные перемены, хотя до конца их контуры трудно было себе представить. И тогда Владимир Вольфович Жириновский основал в 1991 году, по-моему, ЛДПР. В 1989-м даже, да, на границе этих событий, на границе перехода из состояния Советского Союза в состояние Российской Федерации. Основана партия ЛДПР, бессменным лидером которой до сих пор является Владимир Вольфович Жириновский, возглавляет фракцию партии в Государственной Думе. По-моему, это единственная из двух партий, одна из двух партий, которые только и были постоянно представлены в российском парламенте, начиная с 1991 года. ЛДПР и КПРФ. Остальные партии меняли свои названия, сливались, разделялись, а ЛДПР и КПРФ постоянно были частью нашего политического ландшафта уже в современной истории нашей страны. Владимир Вольфович, безусловно, часть этой истории, часть политической системы, я бы сказал. Он привнес в нее свой неповторимый стиль. Можно с ним в чем-то не соглашаться, но у него постоянный электорат, постоянная поддержка, прежде всего, тех его позиций, которые исходят из недопустимости отодвигать Россию на вторые роли в мировой политике. Говорил он об этом и в те годы, когда казалось, что никаких первых ролей для нашей страны уже не предусмотрено и не по силам будет нам на эти роли вернуться. Но, впоследствии, благодаря усилиям других политиков, таких как Евгений Примаков, который пришел на работу в Министерстве иностранных дел и разведки, все-таки этот такой безнадежный постулат был опровергнут о том, что Россия отныне и впредь некая региональная в лучшем случае держава. И это, я считаю, огромное достижение всех тех, кто руководил нашей политической жизнью, партийным строительством все эти годы. Как вы думаете, в чем секрет этого политического долголетия? В конкретном деле, может быть, дело только в его харизме, в его личности? Владимир Владимирович, безумно талантливый человек. Это признают даже те, кто с ним категорически не согласен по политическим вопросам. Человек широчайшего его кругозора, глубокой, очень глубокой эрудиции. Многим ученым даст фору, несмотря на своеобразную манеру изложения, он очень хорошо владеет фактами. И, конечно, блестящий оратор, полемист. Мне даже говорили, что он в молодости подумал о том, чтобы пойти в дипломаты. Но, я думаю, не жалеет о том, что стал политиком. Это гораздо более видное место в истории. Но те качества, о которых я говорил, и которые, безусловно, присущи дипломату и должны быть у дипломата. Эрудиция, кругозор, ораторские способности, способности полемизировать и убеждать соперника. Эти качества, конечно, он их в полной мере проявляет и в нынешней своей ипостаси, хотя, может быть, не в столь традиционных рамках, как это принято у дипломатов. — Скажите, пожалуйста, Сергей Игоревич, общеизвестный факт, что многие прогнозы, вдвоем выше, сбываются политически. Например, он предвидел кризис на Украине еще в 2008 году на программе «Свободное слово» с Александром Шустером, когда его пригласили в Киев. И там он сказал, что если политика Украины будет продолжаться в таком ключе, то ждет международная война, раздор в Евросоюз не возьмут и так далее. Как вы считаете, такая политическая проницательность откуда она? — Это, опять же, следствие того, что человек глубоко знает историю. История ведь повторяется, понимаете, и не обязательно в виде фарса. Она повторяться может и в виде трагедий для народов. И это знание, знание тех событий, которые были на этом огромном и ключевом пространстве для судеб мира сто лет назад, двести и более, оно, конечно же, помогает предчувствовать те периоды, когда по спирали вновь развитие ситуации выходит примерно в ту же точку. О том, что украинское государство может дать трещину, если политики будут пытаться сидеть на двух стульях и тянуть страну на запад, вопреки мнению народа. Это ведь тема НАТО, она возникла гораздо раньше, чем нынешний кризис. И при Ющенко, и до Ющенко. И тогда многие дальновидные люди говорили о том, что это до добра не доведет. Не потому, что кто-то хотел или хочет Украине мстить, но потому, что пытаться ломать через колено половину своего народа, грубо говоря, это невозможно. Вольщ, вспомним, у него и другие были очень интересные прогнозы, включая районирование Российской Федерации. Он видел семь крупных образований, которые должны были бы стать неотъемлемой составной частью государства. В итоге было принято решение президентом Путином о семи федеральных округах. Сейчас их больше, но вот цифра семь какая-то магическая. Да, я думаю, что это просто результат очень глубоких знаний исторических и знаний, основ, азов политического развития в различных частях мира, прежде всего, конечно, на нашем постсоветском пространстве. Скажите, пожалуйста, вот Владимир Нович еще на заре своей политической карьеры одним из тезисов у программы был тезис «Я буду защищать русских». Как вы считаете, этот тезис уместен в настоящее время, в национальной державе как наша? Думаю, что да. Этот тезис и термин «русский мир» ничего общего не имеет с национализмом. Он является частью нашей внешнеполитической доктрины защиты соотечественников, продвижения идеалов и ценностей русского мира, отражает нашу многонациональную культуру. У нас общий язык, который нас всех объединяет, русский язык. Все наши граждане этим языком владеют. Культура русская, она по определению является многонациональной. Лермонтов и Пушкин с африканскими корнями, они более русские, чем многие чистокровки, так сказать. Поэтому, говоря о русскости, прежде всего, мы имеем в виду общую нашу культуру и, конечно же, признаем роль русского народа в формировании этой культуры, в создании условий для того, чтобы эта страна была такой, какой она есть, в сохранении традиций, в сохранении того наследия, которое наши предки завоевали, и тех традиций, и того наследия, которые в конечном-то итоге и формировали вот этот русский мир, его культуру, его язык и все остальное. Кстати, говоря опять же о русскости, такие авторы классики, как Балата Куджава и Фазиль Искандер, владели русским языком как писатели, как поэты, гораздо филиграннее, чем многие поэты-середнячки, понимаете. Так что здесь, я думаю, можно говорить о русскости как о культурном коде всего нашего народа и о том, что он вобрал в себя традиции, культуру и ритуалы, если хотите, кулинарные пристрастия всех наших национальностей. Когда говорят русская кухня, как ее можно себе представить без борща, на который претендуют и украинцы, и белорусы, и сибиряки, или пельмени те же самые, или шашлык, это что? Это вот советская, грузинская, русская, армянская, азербайджанская. Так что мне этот тезис кажется абсолютно понятным для всех тех, кто по-настоящему знает, что такое для них Россия. Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души и от себя лично, от коллектива Министерства иностранных дел хочу поздравить вас с прекрасным юбилеем. Желаю вам, ну здоровье это само собой, надеюсь, что оно вас не подводит и не подведет, но прежде всего желаю оставаться по-прежнему органичным в любой ситуации, и на трибуне Государственной Думы, и на заседаниях Государственного Совета, и на встречах с избирателями на различных митингах, и в нормальной, спокойной, товарищеской обстановке, ну, например, в купе поезда, рассказывая друзьям веселые истории. От всей души, с юбилеем вас, всего самого доброго. Продолжение следует...